Добрый вечер! Закончился год пребывания в горе Синай, год, за который были получены заповеди Торы, год, в который был заключен союз между всевышним еврейским народом. Ну и вот теперь еврейский народ двинулся в путь для того, чтобы реализовать цель, ради которой вышел из Египта, цель, ради которой получил законы на горе Синай. Теперь эти законы нужно реализовать уже в жизни, и это должно быть сделано землеобетованной в Росисраиле. Ну вот путь в Росисраиле проходит негладко, мягко говоря, совсем негладко, причем здесь динамика идет, все по нарастающей. Началось все, как мы говорили на предыдущем уроке, с того вздоха облегчения, с которым еврейский народ услышал весть о том, что можно собирать вещи и уходить от горы Синай. До сих пор на протяжении года еврейский народ получал все время новые и новые заповеди, их уже накопилось много, сотни. И вот, наконец, когда дан сигнал выходить в поход, был вздох облегчения. Слава Богу, больше заповедей уже не будет, не дадут. Дальше больше. Усталость в пути и раздражение, которое нарастало изнутри. Стало искать себе выход, начали люди роптать, которые говорят, как бы роптать, вроде бы ропот и не ропот. То есть, когда человек ропщит, ему плохо, но если его спросить, а что тебе плохо, что тебе не хватает? Не знаю, но не хватает. И тогда человек начинает искать, что ему не хватает. И вот, кажется, здесь вот, в 11 главе, в самом начале, вроде бы нашлось, чего не хватает. Ропот, неосознанное неудовольствие, раздражение прорывается уже в форме конкретных требований. 11 глава, 4 стих. А сброд, который был среди них, проявлял прихоти. И вновь заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом. Вот, очевидно, чего нам не хватает. Мяса нам не хватает. Мы помним рыбу, которую даром ели в Египте. Огурцы, дыни. То есть, естественно, вам мяса не хватает. А спросите, а когда вы были в Египте, лучше было? Да, было лучше. Мы помним рыбу, которую даром ели в Египте. Огурцы, дыни, зелень, лук и чеснок. А вот теперь наша душа иссохла без всего этого. Нет же ничего. Вот только к этому ману мы устремляем наши глаза. А ман, как кориандровое семя, похож на хрусталь. Бродили люди и собирали, и мололи его в шерновах. Или толкли в ступе, и варили в горшке, и делали из него лепешки. И был вкус его подобен вкусу лепешки на масле. Когда ночью роса выпадала на лагерь, то выпадал и ман. То есть, впадала роса снизу. На эту росу выпадал ман. И он, в свою очередь, покрывался тоже росой. То есть, он был как бы в упаковке, запакован в росу. Так хочется мяса. Вопрос. Откуда появилась вот эта вот ностальгия по Египту? Откуда такие радужные воспоминания? Одно из двух. Либо действительно, либо то, что говорится здесь, это правда. И тогда мы, очевидно, не очень понимаем, что было в Египте. Вроде бы мы привыкли думать о том, что в Египте люди были в неволе, в рабстве, в угнетении. Наверное, их кормили там плохо. Так обычно бывает, рабов кормят, содержат в проголоде. Ну и на Песах многие говорят, вот для того, чтобы рабы там в Египте много не потребляли, их кормили там мацой, то есть несбродившим хлебом, поскольку тесто из этого несбродившего хлеба, оно долго переваривается. И долго ощущается, есть ощущение сытости, хотя, в принципе, человек и поел уже давно. А откуда рыба? Откуда огурцы, дыни, лук, чеснок, зелень? Откуда все это изобилие? Либо всего этого не было. А что же, люди тогда просто так врут, сами себя обманывают? Ну, это не так уж странно, потому что человеку вполне присуще идеализировать прошлое. В прошлое человек заглядывает, как в нечто такое темное, с небольшим фонариком, который высвечивает только часть того, что было. То есть память наша всегда селективна. Мы никогда не помним всего. Мы помним то, что мы хотим запомнить. И часто бывает, что человек действительно идеализирует свое прошлое. Вспоминает, как хорошо раньше было. Для людей, говорящих по-русски, это совершенно классический пример. Как после смерти Сталина во времена новой власти, когда к власти пришел Хрущев, то люди стали говорить, вот при Сталине-то лучше было. И находили, чем лучше было. Вот масло в магазинах было или еще что-то. То, что страх был, то, что можно было за опоздание на работу попасть в лагерь, то, что людей уничтожали миллионами. А вот масло было в магазине, а тут масло исчезло. Это естественно. Но если это так, если евреи идеализируют жизнь в Египте, и говорят то, чего не было, то, что им кажется, что было, то тогда должна быть этому причина. То есть, когда человек идеализирует свое прошлое, когда ему плохо в настоящем. И тогда нужно понять, чего было плохо здесь, на что жалуются в настоящем. Ман. А что в нем такого плохого? Чем он плох, этот ман? Может быть, однообразием? Как там? А теперь наша дыша иссохла без всего этого. Лукач, так, а нет. И сохнуть можно. Нет ничего, кроме манна. Может быть, проблема в однообразии только. То, что утром ман, вечером ман, на обед снова ман, а на ужин и на десерт опять ман. Может быть, в этом проблема. Тоже очень странно. Ведь устная Тора говорит нам, что ман на самом деле был таким удивительным продуктом. Это не был какой-то оформившийся продукт питания. По поводу манна в Куеве Хумашему отсказано, так объясняют комментаторы, что это был… В каждой пище есть ее внутреннее содержание, есть ее духовная сила. Как сказано, ведь не хлебом единым живым человека, а всем, что выходит из уст Всевышнего. Что это означает? То, что исходит из уст Всевышнего, это та самая, то самое воздействие, животворное воздействие влияния, которое и дает возможность человеку жить. Каким образом человек это воздействие воспринимает? Когда он ест эту пищу, в пище есть ее внешняя оболочка, и у каждого продукта она своя. Вот апельсин, а вот хлеб, а вот помидор, а вот яйцо. Но внутренняя суть всех этих продуктов питания – это вот то самое животворное влияние, то, что исходит из уст Всевышнего, то, что в состоянии дать человеку жизнь, благодаря чему продукты питания и поддерживают нашу жизнь. А вот ман, а что это было? Это было яйца? Нет. Это был хлеб? Тоже нет. Это был… Торо здесь говорит, что он был по вкусу похож. Но сказать, что это был хлеб, или что это была лепешка, или что это была манная крупа – невозможно. А что же это было такое? А вот это было неоформившееся такое вот нечто, что еще не облачилось во внешнюю оболочку еды, продуктов питания, а содержит вот это вот животворное влияние в почти чистом виде. Так если так, так не было здесь никаких ограничений по вкусу. Хлеб, он будет всегда по вкусу как хлеб, и вкуса апельсина у него не будет. А дыня будет по вкусу дыни, чуть лучше, чуть хуже, но фаршированной рыбой у нее вкуса не будет никогда. А вот ман мог принимать любой вкус. И такой, и сякой, и сгод. И если так, то вряд ли можно было жаловаться здесь на однообразие, что постоянно ман. Верно, ман-то был постоянный, но вкус-то мог изменяться. Поэтому что же было такого плохого в манне, что настолько было плохо, что из-за этого люди начали идеализировать свое прошлое и вспоминать с ностальгией, ах, как хорошо было в Египте, какую мы там рыбу ели, какой там лук, какой там чеснок. Вот на эти два вопроса и должны ответить комментаторы. Первый. Что действительно было в Египте? То есть, евреи здесь говорят правду о своем рационе в Египте, сравнивая его с их современным стоянием в пустыне, что они действительно имели там рыбу и овощи и зелень. Или это идеализация? Это первый вопрос. Второй вопрос. А что было плохого с маном? В чем провинился ман? Начнем мы с рамбана. Рамбан дает комментарий на уровне пшат, то есть, простое значение текста. И пишет он так. В словах, вот, рыбу, которую мы ели в Египте даром, а возьмите внимание, кстати, не просто, которую мы ели в Египте, а еще и даром, подразумевается, согласно простому смыслу, согласно пшату, что египтяне заставляли рабов-евреев ловить рыбу неводом и сетями. Ну, а затем, как принято, отдавали им часть улога. То есть, если в нашем сознании существует картина египетского рабства, которую мы почерпнули, наверное, из различных изданий пасхальной агады с рисунком, в которой евреи тащат камни для строительства пирамиды. И под влиянием того, что написано, что они делали кирпичи. Мы думаем, что вот они работали на стройках, делали кирпичи и складывали кладки. Оказывается, не только это. И это было. Но еще, к тому же, египтяне использовали их и в других целях. Их труд использовался и в личном хозяйстве. Среди прочего, рыбу ловили. Отправляли евреев, а не будем забывать, что место проживания евреев это Дельта-Нила, место, которое рыбы богато. Вот и их отправляли ловить рыбу неводом и сетями. А затем, как принято, давали им часть улова. Ну, так это принято, если человек, точно так же, как если человек пропалывает грядку, на которой растут помидоры, то всем понятно и начальству, и хозяевам, что время от времени он возьмет помидор и съест. То же самое здесь. Коли он ловит неводом рыбу, то часть рыбы он оставит себе. И это нормально. Ну, а что касается огурцов, дынь, зелени, лука чеснока, так в Египте их было чрезвычайно много. Египет – это житница древнего мира. Место очень плодородное благодаря разливу Нила, благодаря этому розовому Илу. И когда рабы евреев скапывали для египтян огороды, оказывается, их использовали еще и для этого. То есть не только, что они делали кирпичи и работали на стройках, но еще и ловили неводом рыбу, а еще и ухаживали за огородами египтян. То есть были использованы и в приусадебном хозяйстве египтян. И делали для них всякую работу в поле. Действительно, так написано, что, помимо прочего, они еще и делали, это уже цитата прямо из текста Торы, что делали и всякую работу в поле. Ну, среди всякой работы в поле, может быть, и уход за огородами. А уж коли есть огород, то понятно, когда человек пропалывает огурцы, он, безусловно, съест и огурец. И все это было даром. То есть не нужно было покупать, да евреям не на что было покупать, рабами они были. Но, по крайней мере, в ходе работы они могли питаться подножным кормом. Там где-то рыбку из невода кинуть в свою сумку, а во время прополки огурец есть или дыню сорвать. В общем, действительно, это было так. То есть, иными словами, евреи не занимались здесь самообманом. Они действительно питались в Египте и рыбой, и овощами. А возможно, я вот роман еще второй раз был. Сыны Израиля были подъемщиками царя и работали для него, не для частных египтян, не использовали их в приусадебных участках трудящихся египтян. Они были рабами фараона, как мы действительно произносим эту фразу во время пасхального седра Абадима Аинул и Пароба Митраем. Мы были рабами фараона в Египте. Мы не говорим, что мы были рабами египтян или рабами в Египте. Мы были рабами фараона. То есть, государственные рабы, корпоративное рабство. Нет частных хозяев. И вместе с тем, будучи паденщиками царя, работали для него. А он кормил их скудным хлебом и водой в обрез. Но им разрешали заходить на поля и есть овощи. То есть, кормить их фараону было жалко. Были они рабами, работали они на стройках, делали кирпичи, так как мы себе это и представляем. Не работали они на рыболовном промысле. И грядки египтяные половили. Работали на стройках. А за это их кормили. Как их кормили? Ну, самым минимальным образом. Хлеб с водой. Но поскольку на этом трудно выжить, то им позволялось самим позаботиться о своем пропитании. А именно, им позволялось заходить на поля и есть там овощи. Как это было принято в отношении рабов царя. Все-таки государственные рабы, царские рабы. Значит, если они заходят на поле немножко поесть, не надо им мешать. Это их право. Ну, а что, хорошо, это на огород они могут сами зайти и поживиться тем, что там есть. А что с рыбой? А на берегу Нила им давали из царского лова мелкую рыбушку, не имеющую в Египте никакой ценности. Это всегда бывает. Я сам это видел у производителей лосося в этих бассейнах. Там полно всякой мелкой рыбешки, которую просто вылавливают и выбрасывают. Она может только напортить. Вот эту рыбешку и выдавали. А не то, что действительно позволяли им ловить неводом и брать себе часть. Вот это два объяснения. Разница между ними в чем? По первому объяснению евреи работали не только на стройках, но и к тому же использовались египтянами частным образом и для рыбной ловли, и для работы в огородах, и тогда они уже на подножном корму сидя, тогда они уже могли себе во время этой работы рыбку взять или овощей поесть, вот это они вспоминали, либо они работали только на стройках, а единственное, что в качестве заботы о своем собственном пропитании им разрешалось зайти в поля поесть овощей или получить какую-то мелкую рыбешку, которую кроме них никто есть не станет. Вот о чем идет речь. Но в любом случае, по обоим комментариям здесь нет никакой идеализации, это действительно факт. Была рыба, можно спорить какая, первой свежести или второй свежести, и овощи тоже были. Благо в Египте они недорогие. Ну, даже если ромбан правда, действительно было, здесь нет идеализации, была рыба, были овощи. Ну, а чем все это хуже, чем манн? Можно сказали, однообразность, скорее всего, дело не в этом. Манн мог принимать любой вкус. Объясняет ромбан, проблема это была в том, не в том, что это монодиета, а в том, что нет ничего, только к манну мы устремляем наши глаза. Не сказано ничего, кроме манна. Нет, нет ничего, и только к манну мы устремляем наши глаза, а именно, то, что манн нужно ждать каждый день. нет возможности оставить, припрятать кусок манна на завтра. Нет возможности обеспечить себя на следующий день. Каждый день приходит это испытание. Нужно встать утром и надеяться, что сегодня будет манна. А может быть не будет. И вот это вот трудное на самом деле испытание. Тяжелое. Когда человек совершенно не уверен в себе, человек стремится, это его совершенно естественное стремление к тому, чтобы себя обеспечить. а здесь нет никакой возможности. Каждый день выпадает пайка дневная и не больше. И даже сэкономить от нее и не съесть. Может быть съесть сегодня половину, а на всякий случай в заначке оставить на завтра, чтобы, а кто знает, тоже нельзя. А если это сделаешь, все сгниет. Нет смысла. Не только что нельзя, но и смысла-то нет. Все сгниет. И вот так каждый день каждый день надеяться, каждый день уповать. Это трудно. Это тяжело. И какой бы небесный вкус не был бы этого манна, пусть это будет вкус мороженого крем-бюле с кусочками шоколада и печеньями, не надо. Пусть попроще. Пусть лук с чесноком и кусок селедки, но зато в холодильнике. И каждый день. Так, чтобы можно было прийти домой, снять, открыть холодильник и достать оттуда лук с чесноком и кусок хлеба. Вот так оно лучше. Поэтому была здесь жалоба. Это объяснение Рамбана. Последователь Рамбана Рабейну Бахья в своем комментарии тоже ищет причину, почему евреи были так недовольны Рамбаном. Что такого плохого они в нем нашли. И пишут, что они попросту искали здесь недостатки в нем. И поэтому ища в нем недостатки, сравнивали его, с рыбой в Египте. И опять же, откуда у них была рыба в Египте? Давали ему рыбу? Ну да, давали. Второй свежести. После того, как она постоит на солнце 4-5 дней, и никто уже из египтян ее из-за запаха брать не будет. Вот это давали. И вот сейчас сравнивают. Вот там у нас хоть и рыба была, пусть за пашком, да, но рыба же была. А это что? Ну, что здесь было? Просто неблагодарность? Им дают манам, не хотим. В чем здесь дело? Почему? А в сегодняшнем рабыну Бахе довольно интересно. Ман, мне сказали, он был так вот не оформившейся пищей, не облаченной в ее внешнюю вот эту самую оболочку хлеба или картошки, или мяса. и поэтому ман питал не только и не столько тело человека, сколько его разум. Это была, если можно так сказать, духовная пища. То есть, это не книга, которую люди читали, но это пища, которая развивала духовность, интеллектуальные способности человека. И вот это то, что мне нравилось. Хотелось это пища для интеллигентов. Не для нас это. Хотелось простой обычной пищи. Куска хлеба с селедкой. Вот такого простого, грубого. А не вот этих вот самых видов пищи, которые направлены на развитие чего-то там духовного. Это то, что мне нравилось в мане. И на этом фоне уже началась ностальгия, началась идеализация того, что было раньше, и когда тухлая рыба, которую 4-5 дней продержали на прилавке, она уже казалась лучше, чем вот этот вот ман. теперь посмотрим, что пишет Раши, как объясняет он этот отрывок, и как отвечает на заданные нами вопросы. Прежде всего, Раши обращают внимание на самое начало. А сброд, который был среди них, проявлял прихотер. Что это за сброд, который был среди них? Здесь разделяется. Сброд, который был среди них, проявлял прихотер, и вслед за этим заплакали уже сыны Израиля. А кто такой сброд, если это не сыны Израиля? Объясняет Раш, имеется в виду то, что называется Эр-Эв-Рав, то есть разноплеменная толпа, присоединившаяся к ним, к евреям, при исходе из Египта. Не только евреи вышли из Египта. Поскольку врата раскрылись, поскольку контроль на границе был остановлен, то вместе с евреями вслед за ними увязалась большая толпа разноплеменная. Вот они-то и начали проявлять прихоти. А уже вслед за ними, после того, как они завели евреев, после этого заплакали сыны Израиля. что они просят и сказали, что говорят сыны Израиля. Кто накормит нас мясом? А почему кто-то вас должен кормить мясом? Возьмите сами и поешьте мясо. А что, мяса не было? А как же написано, говорит Раши, разве же у них не было мяса? Ведь уже говорилось, и так же разноплеменная толпа вышла с ними. Посмотрим, что написано там в книге шмот. Действительно вышла разноплеменная толпа и мелкий и крупный скот. Была попытка фараона договориться, так что чтобы люди вышли без скота, чтобы скот оставили на месте, это давало ему уверенность, что люди вернутся, не захотят оставить свой скот. Потому что я не согласился. Нет, мы пойдем вместе со всем нашим скотом. Ни одного копыта здесь не останется. И так и случилось. Вышел и мелкий и крупный скот. Так что, вам хочется мяса? Вам бифштекс нужен? Пожалуйста, у вас есть мелкий и крупный скот, вот у вас есть парашки, вот у вас есть даже коровы, пожалуйста, нож найдите, режьте, вот будет вам даться. Почему? Что за претензия? Кто накормит нас мясом? Кормитесь сами. Что можно сказать? А может быть все это мясо уже съели. Да, действительно, когда вышли из Египта, у них был крупный, был мелкий скот, но на протяжении года, который провели в пустыне, его уже успели съесть. Все, нет больше. Тоже не проходит по тексту в рутраши. Давайте посмотрим, что написано в конце книги Шмот. Там, где говорится о том, что сыны двух колен Гад и Рувен попросились у Муше не идти вместе со всеми, не переходить, не форсировать реку Ярден, а остаться в Зайордании, в степях Муава, в тех местах, которые были завоеваны на восточном берегу Ярдана. Как они объясняют? Объясняют это они тем, что здесь в Зайордании хорошие пастбища, а у рабов твоих множество скота. Так сказано. И многочисленные стада были у сынов Рувена и сынов Гад. Значит, Скотт остался. Тогда что же это за претензия? Кто накормит нас мясом? Мясо было, отвечает Раши, однако они искали предлогу. То есть, вот эта претензия, кто кем и несчастные, кто же нас накормит мясом, это еще проявление того, что началось с самого начала отхода от горы Синай. когда есть смутное раздражение, когда внутреннее напряжение начинает прорываться, и тогда люди ищут себе предлог, есть недовольство, но в настоящем, в настоящей причине этого недовольства сознаться себе человек не хочет. И тогда он ищет, а чем же он на самом деле недоволен, почему же ему так плохо. Вот и мясо хотел. И нельзя здесь логически убеждать человека, что ты хочешь, у тебя мясо есть. Потому что каждый раз, когда ему скажут такое мясо, он скажет, нет, не это мясо, я имел вид другое. Колбасы я хотел. Или птицу я хотел. Шницель куриный, вот что мне чего не хватает. Ну и дальше. Мы помним рыбу, которую даром ели в Египте. Наш вопрос был, напомню, что это? Это самообман, идеализация прошлого, или на самом деле была рыба? Ромбан ответил, была. Какая? Другой разговор, но была. Раши, если сказали, что египтяне давали им рыбу даром, бесплатно, так ведь уже сказано, и солому вам не будем давать. В каких условиях евреи работали? Они должны были делать кирпичи, кирпичи делали из соломы и из глины, смешивая их, и наполняя ими формочки, а потом высушивали на солнце. Так вот, после того, как муж явился к фараону и потребовал, чтобы фараон отпустил их, фараон издал новый указ. С этого момента соломы евреям не выдавать. Пусть они сами обеспечивают себя соломой. Так если даже уже соломы для производства кирпичей, которые самой египетской власти нужны. Если даже стройматериалов им не давали, то можно подумать о том, что их еще давали им даром рыбу. Что же означает даром? Отвечает Раша на свой вопрос без заповеди, то есть без необходимости исполнять заповеди. Что это значит? Да, ман был, конечно, и каждый день выпадал. Нужно его было ждать, нужно было на него надеяться, уповать, но он выпадал. Правда. Выпадал он в зависимости от морального уровня и от поведения каждого человека в предыдущие дни. Человек, который плохо исполнял заповеди, то ман ему падал, но падал так, что ему приходилось его искать. Тем, кто хорошо себя вели, людям достойным, скрупулезно исполняющим заповеди, ман выпадал утром прямо на крыльцо. У входа в шатер человек утром встав мог найти запакованный в росу ман. своя порция в соответствии с количеством едоков в шатре все в порядке. Но бывало, что человек встает утром, раскрывает ворот, раскрывает вход в шатер и ничего не видит. Манна нет. Что это значит? Все, манна отменилась? Нет, манна не отменилась. И он тоже выпал, он только подальше. За ним придется еще сходить. Придется еще поискать свою порцию. А это почему? Здесь был указующий перст. Как себя вчера вел? Они нарушили какие-нибудь запреты? Они сказали какую-нибудь гадость? Они подумали, наверное и ужас еще был в том, что не только самому приходится с утра искать свою порцию, но и когда человек бегает по лагерю ищет свою порцию, даже все вокруг видят. Это же еще и стыдно. Все немножко понимают, что это не просто утренняя зарядка и не утренняя пробежка, а это значит, что вчера человек что-то такое сделал или сказал. Вот это то, что измотал. Ман конечно лучше, чем всякая рыба, да, нет сына мнения, но Ман был даром, но рыба была даром. Не нужно было достаточно того, что просто вкалывали на фараона настройки и все. А вот от морального уровня пайка, которую получали от египтян, никак не зависело. Вот что мешало. Получается парашу. Ман мешал тем, что его получение было обусловлено моральным поведением человека. И отсюда вот этот факт, он порождал состояние, как бы сегодня это назвали постоянного непрекращающегося стресса, душевного давления изнутри. и это уже приводило к тому, что вспоминая прошлое, люди начинали его идеализировать. Ну, как было. Рыбу получали. Да не получали там никакой рыбы. С трудом кусок хлеба могли получить. людей теперь люди занимаются самообманом. Именно из-за того, что им очень тяжело принимать действительность такую, как она есть. С тем, что приходится жить под открытым взглядом проведения, когда все, все, все фиксируется, и человек чувствует вот этот контроль над собой ежедневный, ежечасный, ежеминутный. Тут мы приходим к довольно любопытному пониманию. Многие люди думают, а некоторые даже и говорят, что им трудно верить в Бога, трудно соблюдать западе, потому что они не чувствуют связи с ним. Проведение скрывается. Всевышний не проявляет своего присутствия в мире. Мир этот выглядит так, как будто Бога в нем нет. Только с большими усилиями можно разглядеть направляющую руку его проведения. вот если бы Всевышний бы себя проявил явно, вот тогда бы так людям кажется, что если бы Всевышний явно себя проявлял, тогда бы им легче было поверить в его существование, поверить в то, что он управляет миром, и исполнять его волю. Вот перед нами пример людей, которые жили именно в таких условиях, когда контроль был тотальным, когда реакция на поведение человека была моментальной, прямо на следующее же утро. Сегодня, сказал гадость, завтра иди бегай по лагерю свою порцию эмалью. Сегодня опоздал на утреннюю молитву, завтра опаздываешь на завтра, потому что не знаешь, где твой бутерброд. Прямо вот так моментально. Ну и что же, это хорошо? Нет, тяжело это. От ощущения постоянного такого контроля возникает внутреннее напряжение. И это мы знаем, любой человек, которому пришлось работать в таких условиях, когда начальство неусыпно и постоянно следит за каждым своим работником, то производительность труда в таких местах достаточно низкая, потому что внутреннее отрицательное напряжение, которое накапливается в человеке, понижает его трудоспособность. Он раздражителен, он нервен, и вот такой вот непрекращающийся стресс, он в конечном итоге человека истощает. Нервная система его расшатывается, силы душевные истощаются. Плохо такому человеку. Вот что здесь было. Вот почему прорывалось это недовольство. И вот почему люди идеализировали прошлое. Получается интересная вещь. С одной стороны, нам кажется, что лучше бы, чтобы Всевышний проявлял себя открыто, чтобы проведение его чувствовалось в этом мире. Но с другой стороны, желательно, чтобы не очень оно чувствовалось. Чтобы чувствовалось и не чувствовалось, чтобы проявлялось и не проявлялось. Проявлялось немножко, но чтобы оставалась у нас вот эта вот возможность для самообмана. Чтобы оставалось у нас ощущение, что если я сейчас закрою за собой двери, то здесь, где меня никто не видит в своем шатре или в своей комнате, я могу сделать и то, что запрещено, потому что мне очень хочется. А если у меня будет ощущение того, что я никуда не могу скрыться от этого всевидящего глаза, то мне плохо будет. То мне тяжело будет. Вот так устроен человек, такие противоречивые у него желания, чтобы и была Ашгаха видна, чтобы проявлялась воля Всевышнего, но не слишком явно. Чтобы немножко можно было поиграть с собой в понарушке. Чтобы можно было поиграть, как будто бы меня сейчас никто не видит, как будто бы я сейчас на самом деле один. И могу себе позволить. Здесь со Всевышним это у нас вот там, а вот здесь это мое. Здесь я могу себе позволить. Вот этого не было тогда в пустыне. И это людей изматывало. Поэтому их такие жалобы на ман. Продолжает Раши дальше. Чего им не хватало? Не хватало им огурцов, лука, чеснока. Почему именно этого? И мы спросили, ведь ман же на самом деле понимал все вкусы. Если хочется огурца, медитируй на огурец, и ман будет вкус огурца. Если хочется чеснока, опять же, медитируй на чеснок и вкушай. Это вообще нет. Действительно, этих вкусов ман не принимал. Почему? Сказал Раби Шимон, почему ман принимал вкус всех видов пищи, за исключением этих? Потому что они вредны для кормящих женщин. Потому что вредны. Получается, по Раби Шимону, если человек был диабетиком, и он хотел представить себе сладкое мороженое или сладкое печенье, то, что вредно, нет. Или, может быть, имеется в виду только вот это, то, что вредно для кормящих женщин. Ну, и дальше то, что объясняется, то, что сказано дальше, в соответствии с тем, что он написал, что ман принимал любой вкус. Дальше сказано, родили люди и собирали. Родили люди и собирали, это уже мы знаем, это не все, это только небольшие праведники. Большим праведником ман падал прямо у входа в шатер, а вот те, которые не очень большие праведники, вот они-то уже бродили и собирали, и мололи его в жерновах, и толкли в ступе, и варили в горшке, делали из него лепешки, да нет, говорит Раш, не следует это понимать буквально. Не было все это таким трудоемким процессом, не нужно было его молоть в жерновах, не нужно было его варить в кастрюлях, не толочь в ступах, просто те, кто его ел, вот так, в чистом виде, в сыром виде, он принимал разные вкусы, если человек хотел, чтобы он принял сейчас вкус лепешки на масле, то он принимал вкус лепешки на масле, а если он хотел вкус манной каши, то он принимал вкус манной каши, все в зависимости от того, что человек себе закал, за исключением тех вещей, которые были вредны. Посмотрим еще один кусочек. И услышал муж я, что плачет народ по семейству. То есть, вот этот самый плач, о котором было сказано выше, что заплакали сыны Израиля и сказали, кто нас накормит мясом, мы помним рыбу, которую даром ели в Египте, огурцы едали, они плачут. И услышал муж я, как плачет народ по семействам, каждую в ходу в свой шатюр. И очень разгневался Бог, и было это зло в глазах мужей. Все понятно, кроме одного, что значит плачет народ по семействам, каждую в ходу в свой шатюр. Люди плакали, потому что у них вот это вот напряжение, этот нарастающий стресс и раздражение у них прорвалось наружу. Ну вот люди плачут. Какое дело, где они плачут? У входа в шатюр или в самом шатре, или вообще где-нибудь там на дюнах песчаных в Синайской пустыне. По семейству. Что значит плачут по семейству? Собралась семья, села в кружочек и сидит, плачет. Это что имеется в виду? Как это понять? Ража объясняет. Члены каждого семейства собирались вместе и плакали. А почему именно так? Чтобы продемонстрировать свое недовольство открыто. Одно дело, когда каждый плачет сам по себе, а другое дело, когда вот семейство вместе собралось и вместе хором плачет. Это шат от Раж. Ража-мудрецы говорили, что по семействам означает что плач был поводом для плача было мясо. Кто нас накормит мясом? Но причина была семейная. Из-за семейных дел. То есть о том, что браки с близкими родственниками были запрещены торой. От Горы Синаи ушли, но на Горы Синаи были получены запреты. В том числе запреты. В том числе запреты браков с близкими родственниками. И что, из-за этого люди плачут? Из-за того, что теперь нельзя жениться на собственной племяннице, из-за этого люди сидят и плачут? Это не совсем так. Имеется в виду, что вследствие, так объясняет комментатор, что вследствие этих законов многие люди, которые до сих пор в Египте заключали эти браки внутрисемейные, то теперь они поняли, что в связи с новыми заповедями, которые они получили, им надо развестись. Они не имеют права быть мужем и женой. А у людей, быть может, уже семейство и дети. Это действительно причина плакать. Здесь есть только одно но. Все-таки непонятно. на самом деле получается так, что новый закон поставил людей перед фактом, что их брак до сих пор вполне законный, легитимный, оказался незаконным, и теперь его нужно расторгать из-за родства. Ведь на самом деле наши мудрецы говорят, что процесс принятия Торы на горе Синай был равносилен Гиюру, перехода в иудаизм. Так пишет Рамбам. Рамбам в законах о запрещенных связях брачных пишет так. «Бешлуша дворимних несу Исраэль и брит в имена убитвила оба корба». Когда был заключен союз со Всевышним, то для того, чтобы стать стороной союзного договора, евреи приняли на себя три обязательства. Три действия, точнее, просто обязательства, три действия сделали их членами вот этого союза, а именно обрезание, погружение в микву и принесение жертвоприношения. «Милай табы митсраемшны и марвы холары но и хальбо». Все началось с обрезания, которое было сделано еще в Египте, ибо нельзя было есть мясо пасхальной жертвы, не сделав предварительное обрезание. «Умаля туам мушэ рабейну шеку нам битлю бритмена бумитсраем хуц мишэ витлеви ван зен и мар убритхайн цор». И мушэ обеспечил тогда перед пасхальной ночью обеспечил тогда всем обрезание, ибо до этого, хотя обрезание было традицией со времен Авраама, но в Египте перестали делать обрезание. «Твина» погружение в микву. «Айтаба мидба кодэ матан тура». Это была непосредственная подготовка, погружение в микву было непосредственной подготовкой к получению Торы на горе синаи шины мар веки даштэ майому махар веки псу симотами. Сказано там «Вы готовьте сегодня и завтра и буквально постирайте свою одежду». Не имелось в виду постирать одежду, чтобы в свежем белье быть. Имеется в виду другое, что нужно было погрузиться в микву и одежду тоже нужно было окнуть в микву для того, чтобы очиститься от ритуальной нечистоты. «Векурбан» ну а жертвоприношение это то, о чем сказано после уже получения заповедей на синае, что главы еврейского народа принесли жертвоприношение. Подолжай дальше, для чего я все это зачитывал. Подолжай дальше рамбам. «Вехенны дурот». И так это будет в дальнейшем на все поколения. «Кширце аакум лейканеслы бритвы лейстуфе втахат конфе ашхена вейкабеля ла вольтура царих мила утвила борца от курба». Когда в дальнейшем какой-то нееврей захочет присоединиться к еврейскому народу, он должен делать все то, что делал еврейский народ для того, чтобы стать евреями. А именно обрезание, погружение в миг имеется в виду все это как вдобавок к принятию на себя обязательства соблюдать заповеди и потом принести жертвоприношение. Получается, что законы, гиюра законы перехода нееврея в еврейство учатся из того, каким образом еврейский народ получал Тору на горе Синаи, становясь членом союза со Всевышним. Иными словами, само дарование Торы на Синаи, оно было как бы кьюром. Евреи как бы стали евреями, по-настоящему стали евреями, именно на горе Синаи получив Тору. Через обрезание, вот этот процесс обрезания, принятия заповедей, погружения в миг и жертвоприношения. Но если так, то по поводу кьюра у нас есть правило. Гер Амид Гаер Кетинок Анулад Дами. То есть Гер рассматривается как заново родившийся человек. Это значит, что все его предыдущие родственные связи оборвались. Была у него когда-то сестра, были у него когда-то родители, отец и мать. Он сделал гьюр, а не отец и мать ему. Нет. Отец и мать родили человека, который был раньше. Теперь он заново родился. Это его не отец, это не его мать. А сестра у него была. Была сестра. Сейчас нет сестры. Это чужая женщина для него. Это не сестра его. Он заново родился. Он заново родился евреем. Так если так, если у... Или скажем, когда два человека, брат и сестра, вместе сделали гьюр, они остались братом и сестрой? Нет. Они были братом и сестрой до гьюра. После гьюра они не брат и не сестра. Они абсолютно чужие люди, они заново родились. Если так, то то же самое можно сказать по поводу еврейского народа. А именно, поскольку во время дарования Тура, когда были даны заповеди, и среди них был дан запрет брачных связей между близкими и родственниками, то этот запрет не должен был касаться тех, кто пришли тогда на гору Синай. Потому что даже если они были женаты на своих близких родственницах, то и они, и близкие родственницы, их сделав своеобразный гьюр, родившись заново, следовало бы сказать, что они больше не родственники друг друга. Если так, то о чем же было плакать? Почему нужно было разводиться? Этот вопрос задают многие комментаторы, в том числе Мораль из Праги. Мораль рассматривает этот вопрос не здесь, а в Хумаш-Берешит, когда он объясняет, почему, каким образом Яков женился на двух сестрах. на двух родных сестрах это один из очень строгих запретов Тора. И тут мы подходим ко второй стороне медали, а именно, ведь мы знаем, что наши праотцы соблюдали Тору еще со времен Авраама, еще до того, как она была дана. То есть, они соблюдали Тору добровольно. А коли они соблюдали Тору добровольно, то спрашивают задачи, почему тогда не позволяли себе жениться на своих близких родственниках? Почему субботу соблюдали, трефное не ели, тот же Яков предупреждает Зава, только смотри мне хорошо, наточи нож, чтобы не накормить меня падалью. Очень здорово. Кашут соблюдает, а на ком женат на двух сестрах? Как это вместе? Объясняет Моран, что ничего плохого в этих браках не было. Почему? Потому что родственных связей для них, как таковых, с точки зрения закона Торы, не было. Как это понять? Родственные связи, которые запрещают, это родственные связи евреев. А кто такой еврей, по определению? Знаем, что евреи это вроде как не народ, потому что нееврей может стать евреем, приняв иудаизм. Тогда, может быть, евреи это религия? Тоже нет, потому что есть у нас правило, еврей, несмотря на то, что он согрешил, он продолжает быть евреем. Хотя законы этой религии, он плевать на них хотел. А как же это так? А что такое еврей? Так вот, определение еврея это не кто, кто, на ком лежит обязанность соблюдать законы Торы. Вот кто такой еврей. Есть три вида людей. Есть евреи. Это значит, человек, который родился, будучи обязанным соблюдать законы Тора. Правда, родившись, будучи обязанным, это не значит, что он реально уже обязан их соблюдать, потому что он еще маленький, вырасти нужно. Только после 13 лет эту свою обязанность он может реализовать. Но то, что называется валахе бархи-юва, то есть человек, на котором лежит эта обязанность, он уже с рождения, это еврей. Есть нееврей, это человек, который родился, будучи не обязанным соблюдать законы Торы. Я имею в виду, у него есть свои семь законов, но 613 законов специфически еврейских его не обязывают. А есть еще и гер. Кто такой гер? Это человек, который родился, не обязанным соблюдать законы Торы, а потом пришел и принял на себя добровольно обязанность соблюдать эти законы. Вот это гер. Так вот по поводу, так вот и объясняет мораль. Что касается родственных связей, то поскольку до получения Торы наши предки не обязаны были соблюдать заповеди, значит они не были формальными евреями с их родственными связями, ибо ни один из них не обязан был соблюдать законы Торы. Ну и ничего страшного из-за того, что Яков женился на двух сестрах. Они биологически две сестры, но с точки зрения закона они не две сестры еврейки, потому что ни одна из них и не он сам не обязаны соблюдать эти законы. Вот на горе Синай, сделав своеобразный Георг всем народам, евреи стали обязанными соблюдать законы Торы. Но если так, то можно было бы сказать, что все равно никакой проблемы не должно было бы возникнуть. Ведь в тот момент, когда они становятся обязанными, то все их родственные связи снова нарушаются. Они заново родились. Так опять же нет здесь родственных связей. В чем же здесь проблема? Объясняет мораль. То, что у нас сказано, что человек, который принял Геюр, Гер, он как бы заново родившийся человек, и поэтому у него нет родственных связей ни с родителями, ни с братьями, ни с сестрами. Это человек, который добровольно принял на себя обязанность соблюдать Тору. Он добровольно захотел стать евреем и принять Геюр. Такой человек действительно заново родившийся, и у него нет больше ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев. Ибо он родился человеком не обязанным и добровольно принял на себя обязанности. Но с еврейским народом у горы Синай так не было. Ведь, как мы знаем, гора Синай нависла над ними, как лохань, дав им совершенно недвусмысленный намек. Либо вы принимаете заповеди Торы, либо законы гравитации начнут действовать, и здесь будет ваша могила. Стало быть, их принудили. Спрашивают комментариев, зачем нужно было принуждать, если они уже сказали, что они готовы. Зачем это принуждение, чтобы сказать, что они готовы? Объясняет мораль в другом месте. Это означало, вот это принуждение означало только выяснение сути. То есть, по сути, они были обязаны. Это не было возможности, не было у них этой возможности принять, не принять. Они должны были стать людьми обязанными. Это не такой гиур, который действительно человек родился не обязанным и по своей воле становится обязанным. Такой человек заново родился. Но евреи нет. Это принуждение принять заповеди на горе Синай, оно раскрыло, что они были уже в потенциале обязанными. Нужно было реализовать этот потенциал через обрезание, через принятие законов на горе Синай, через погружение в МИТУ. Все это нужно было сделать, но это нужно было только для того, чтобы реализовать, а по сути дела они уже были как бы потенциально обязанными. А если так, то нет здесь рождения заново. Если так, то нет здесь ситуации, которые можно уподобить Керу, который добровольно принял на себя заповеди, и он как бы заново родившийся человек, а потому его сестра не ему сестра. Здесь это было не так. Здесь родственные связи остались. Поэтому были люди, которым дарование Торы означало совсем непростое испытание. Они поняли, что им нужно развестись со своими женами. Поэтому люди плакали. И это совершенно естественно. и это понятно. Вот какая непростая штука здесь была. сестра. 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 Сестра.